здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша тот кто в этом сомневается может посетить наш youtube канал и убедиться в этим в этом сам сегодня я в гордом одиночестве ведущий эдуард брумер мой соведущий и брат геннадий брумер отсутствует но поклонников его таланта прошу не волноваться следующий раз он обязательно будет сегодня мы беседуем с очень интересным человеком с киноведом с кинокритиком с математиком виктором мать и зан а виктор эдуардович чтобы во хочу сказать вам спасибо за вечер которую вы посвятили нам за этот поздний вечер у нас все таки день и мой первый вопрос в конце 80-х годов на волне перестройки были фильмы которые говорили о сталинизме и как говорится вот вот этот период был очень популярен и одним из фильмов был такой фильм назывался он а в россии опять окаянные дни сейчас этот фильм полностью забыт но вот название осталось можно ли сказать что сегодня в россии окаянные дни или это преувеличение не туда не привлечения действительно пока есть то есть россия окаянные дни в чем это заключается можно это немножко поподробней это заключается в том что у вас практически проделать диктатуру выборы стали формальности один человек управляет страной в течение 20 лет что считаю совершенно недопустимо под поправление конституции я конституцию уничтожена отброшена эти поправки с оттуса абсолютно уродливая это внесение бога в конституцию но там удобные вещи которые там происходят они собственно как давно сюда подтирали с конституции сейчас они это реализовали так это не сюда подавление или вернее практически уничтожение свободы демонстрации свободы митингов уже арестовывают за одиночные пикеты хотя это совершенно явное нарушение прав человека эта серия убийств журналистов убийство позиционных политиков попытки отравления систематически как это еще можно назвать последнее самосожжение журналистки до которой написала прошу во всем велеть правительство рф действительно это она виновата в этом вот атмосфера в общем-то говоря абсолютно нетерпимо иначе макаянные деньги скажи виктор году сейчас есть в российском кино такая тенденция а патриотического кино она я бы сказал снята не очень в моем понятии того что я видел она снята ну не на высоком уровне я бы даже сказал даже не на среднем уровне с моей с моей точки зрения скажите вот это патриотическое кино она может отражать то ту ситуацию в обществе которая сегодня в россии существует до разуме но не одно разумеется же нет то есть она в каком-то смысле и отражают то есть видно по этому кино видно каково реальное положение дел в россии что свобода подавлена вот что это кино транслируют самые реакционные идеи последнее что они придумали это вот фильм по декабристов где значит до декабристов прислали ким на жалкими бунтовщиками вот а государственную мудрость олицетворяет николай 1 ну например так это фильм а там где возвеличивается сталин это фильмы там которых я не знаю по спортивные фильмы там в которых значит вам советские спортсмены лучшие в мире но все это настолько примитивно настолько в общем не талантово сделано насколько это все убого и не так и насколько раболепно по отношению к власти что что можно сказать по этому поводу но получается что запрос на это кино существует или это власть насаждает именно такое кино власть безусловно власть его в первую очередь финансирует именно это кино это началось с приходом на пост министра господина мединского вот известно классификаторы истории вот которых тоже и главный борец с фасификациями истории тем самого себя разоблачать вот это целая цепочка фильмов которые финансируются военно-историческим обществом вот который российский военно-историческим обществом называют она все называют зарвила но его называют в рио потому что собственно говоря его задача это интерпретировать историю в соленистском духе вот и она выпустила целую серию картин где главным героями являются нквдшники то они спасают пенинград от заражения от террорического оружия значит там то они еще что-то еще они что-то делают но короче говоря это такая цепочка я не знаю фильм когда очень похоже на картина конца сороковых годов то есть такие последние такое последнее сдыхание сталинизмом сейчас происходит вот реинформация такого кто-то да 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 подобного рода картин вот но к счастью не только они все-таки появляются и приличная картина тут нельзя сказать что они уж совершенно заполонили экран и кроме того они не пользуются никаким успехом у зрителей спортивные фильма до пользуются вот вот или картину совершенно проваливаются прокате виктор эдуардович вопрос вроде а кино и об довольно интересной личности все знают это не секрет ваши непростые взаимоотношения с никитой михалковым я не буду вдаваться в подробности это как говорится ваши личные дела но вы могли бы рассказать что за человек то есть мы знаем никиту михалков как очень хорошего классного большого кино режиссера что собой представляет как человек когда я с ним довольно плотно общался это было в момент когда мы работали на книгу которая потом получил название никита там что тогда там моя с ним обширная беседа и там его дневники вот которые он предоставил в моем распоряжении не то есть как-то обработала мы опубликовали эту книжку тогда он был умным обаятельным человеком безусловно талантливым собственно говоря это было вреда был девяносчетвертый год когда мы начали эту работу но ты так относительно сблизились вот это то есть тогда он находился на пике своей карьеры вот после этого в общем пошел то есть пошел спуск он так постепенно стал в общем утрачивать те черты которые у него были тогда он был обаятельным собеседником просто веселым парнем вот очень не глупо очень хорошим рассказчиком обаятельным безусловно вот но с тех пор такое пошло в общем неуклонная деградация я бы сказал буду все последующие фильмы стали один один хуже другого началось сибирского цирюльника потом пошли эти там двенадцать предстояния и так далее тоже просто смотреть невозможно на самом-то деле вот ты но и одновременно он превратился в абсолютно реакционного человека вот это его бесогонство ну вот эти эти у консервативной идеи это его не любовь к свободе это его желание там во все видеть какие-то заговоры внешних сил вот собственно говоря у него это началось в две тысячи десятом году когда он назвал меня агентом либерально-атлантическая диктатура что такое либерально-атлантическая диктатура никто естественно и тогда этого не поняли никто этого до сих пор не понимает что это за таинственная организация но зато вы агент да да вот и по его словам если верить его словам я получил значит на на подрывную работу против него где-то порядка 500 тысяч долларов организовал на эти деньги значит антимихалковскую кампанию в средствах массовой информации и так далее тому подобное но в общем короче говоря бред первостатейный у него и собственный канал который так и называется без огонь где он несет абсолютнейший бред то есть просто абсолютно невыносимо смотреть и просто же на самом деле жалко человека но все-таки очень был талантливый режиссер вот очень интересный человек во что он превратился это просто ужас но то же самое относится к союзу кинематографистов который влачет совершенно убогое существование а виктор 20 тогда вопрос вот как бы о союзе кинематографистов а нужен ли он вообще этот союз кинематографистов а на сегодняшний день или может быть допустим есть киносоюз которому вы принадлежите да и есть союз кинематографистов россия просто для наших радиус лучше хочу пояснить что есть два союза меня вопрос именно к союзу который возглавляет никита михалков нужен ли он вообще как вот организация такая на ваш взгляд тут он какой-то мере нужно своим членам потому что что какие-то деньги он добывает и какие там доплаты к пенсиям у него он он делает вот идем то это но потом он настаёт скажем там газету ска новости но которая в принципе но достаточно любопытная газета хотя там она конечно же проводит политику союза кинематографистов достаточно реакционные ничего такого критикующего власть там не было никогда не будет вот и никакого осуждения современной кинополитики государства там тоже ждать от него не приходится он тем не менее там все всякого рода любопытные вещи попадаются вот ну что еще так он принц абсолютно себя не проявляет в общественном отношении никак то есть как общественная организация он с моей точки зрения никому не нужен нужен как что-то вроде собеса то есть как бы материальная поддержка ветеранов кино в большей степени да некоторые материальная поддержка который предоставляется когда которым предоставляют своим членом вот и все собственно говоря виктор гадыч возвращаясь к семье михалковых кончаловских ну с никита михалковым понятно это давно было заметно за ним как говорится и то что вы говорите это просто в продолжении того что я я о нем думаю а вот андро кончаловский тут для меня честно вам скажу и для очень многих людей очень большое удивление человек который свое время смотрел а пристально на запад много лет жил в америке и был такой а как бы я бы не сказал что он был либерал но фильмы его были довольно не либеральные но интересные они были такие народные если вспомнить даже первые фильмы что с ним до что с ним то приключилось откуда вот этот вот и вот эта риторика имперская за последние не знаю там может быть год-два но пока андрей сергеевич никогда не было оппозиционером вот и как бы все михалкова всегда вообще тяготели к власти старались бы при власти вот и поэтому в политическом отношении ожидать от него собственно говоря ничего другого было и нельзя вот интересно то что он при этом пока еще сохраняют хорошую художественную форму вот потому что сказать что у него да да что его уровень упал уровень его картин нельзя он снимает очень качественно хорошее кино вот и вы последнего работа предпоследнего работа рай и картина про микеланджело и как говорят сейчас картина про новочеркасский расстрел в общем и вы их всех оценить достаточно высоко вот поэтому художественную форму он держит вот но то что он несет да прошу прощения за слово потому что он иногда несет по телевизору нет это правильно слова ничего до колесовых интервью то это но это в общем просто вот берет там когда он говорит что разоблачение культа личности сталина было ошибкой хрущева вот шон хрущева относится хуже чем к сталина но как к этому относиться вот ну собственно говоря у него это было и раньше я помню его фильм про алиева совершенно такой верноподвенчики явно заказной вероятным за него хорошо заплатили азербайджанцы вот но с другой стороны все таки он он не до такой степени даже в интеллектуальном отношении опусился как никита вот то есть у него то у никита просто видимо уже начинается либо старческая деменция либо что-то еще вроде этого вот у андрона и не наблюдается хотя он говорит конечно иногда дикие вещи вот пару дней назад было пару дней по неделю назад я могу ошибаться а исполнил 100 лет сергея бондарчук у для меня сергей бондарчук абсолютно великий режиссер а не потому что он снимал восьмидесятых годах а потому что есть судьба человека война и мир и они сражались за родину это мое представление сергея бондарчук я не говорю о нем как актере актером просто потрясающе то что я видел а вопрос немножко в другом как бы контексте на съезде по моему 5 с кинематографистов да на него напали будем так говорить слова напали я именно ставлю акцент на этом слове коллеги вот спустя столько лет а как вам кажется справедливы ли были эти упреки в отношении этого человека или это такая вот тенденция времени смещать таких людей как он ну собственно говоря что так произошло на пятом съезде тут всю тогдашнюю верхушку союза кинематографистов забаллотировали на вы на на выбранных санва собраниях на съезд их не избрали делегатами съезда и там раздавалась кое-какая критика в адрес бондарчука вот но что он не знаю там стал чересчур государственным режиссером что его последняя картина то есть и танком это красные колокола в первую очередь она критиковалась вот и борис гадунов критиковался вот но это было достаточно мягкая критика вот другое дело что он уже то есть что он долгое время не подвергался вообще никакой критика то есть как но как и весь собственно говоря кинематографический генералитет критиковать их было запрещено не а так они были выше всякой критики и поэтому малейшие критические замечания действовали на них конечно совершенно угнетающие вот и когда мы так и когда я с ним разговаривал то он употреблял выражение типа меня меня расстреливали тогда ну знаете назвать вот это вот не избрание в президиум словом расстреливали или так это или там те замечания которые отпускали по поводу его картин что назвать это расстрелом и или не зале травлей но никак невозможно это просто было это был просто удар пол пол гипертрофированного самомнению как я думаю вот потому что во многих дала многих просто употребляют больше слова травли как бы вот поэтому я как она какая травля но это смешно его что отлучили от профессии его что выгнали союза кинематографии ставишь у лишили работа возможно снимать да ничего этого не было я повторяю не избрали в президиуму всего и для него это что это обида на всю жизнь но видимо для него это было существенно насколько я понимаю если а для него да для него это было существенно я посмотрю со стороны да и говоря что собственно говоря такого произошло то его что продали астракизму его обвиняют в преступлениях да ничего подобного ну покритиковали там несколько его не самых лучших картин скажем так и что но но сергей бондарчук великий режиссер с вашей точки зрения режиссер и актер но я не могу назвать его великим режиссером и актером но безусловно крупный режиссер и хороший актер вот что относительно величины пускай там потомки разбираются какой величины является звезда бондарчука ази 1 а федор бондарчук хороший режиссер и актер и общественный деятель будем так говорить ну как общественная вещь на себя практически не проявлял вот он безусловно хороший режиссер причем как такой хорош с коммерческой точки зрения хотя у него есть и провальная картина но я имею ввиду то есть коммерчики не успешные это в первую очередь экранизация братьев стугацких вот и как мне кажется он его последняя картина это фантастическая тоже по моему не окупилась прокате воду тем менее режиссером очень хороший актер замечательная виктор эдуардович вот смотрите а советское кино да можно пересматривать очень много раз любое кино даже будем так говорить может быть довольно среднее но хорошие кино можно пересматривать 3 4 кто-то потом по 10 20 раз пересматривать современное российское кино даже если оно снято профессионально и хорошо пересматривать не хочется почему кому хочется его пересматривать и и что хочется пересматривать 90 процентов советского кино никто никогда не пересматривать и более того люди просто не имеют никакого понятия о том что представляла собой подавляющее большинство советских фильмов вот когда говорят о пересматривании картин имеются ввиду совершенно строго определенный набор картин эта картина ильдара рязанова эта картина леонида гайдая вот это картина андрея тарковского эта картина сергея параджанова ну да при этом конечно параджанов все-таки режиссер для очень небольшого круга ценителей вот но они безусловно его ценят и считают его гением но собственно гением то он и был то же самое относится к андрею все ничего тарковскому вот но все воду вот но всего остального ну там еще какие картины ростовского пересматриваются но повторяю люди просто не имеют ни малейшего представления о том что такое главный корпус советских фильмов то есть будем так говорить например я вам приведу пример и был такой режиссер замечательный до евгений карелов и у него есть такой фильм семь стариков и одна девушка я беру такой найти как бы то что первое мне в голову пришло поэтому я уже или два товарища до замечательная картина вот так вот семь стариков одна девушка пересматривает постоянно хотя будем так говорить по уровню это хорошая комедия но по уровню она ну средний фильм правильно согласитесь но его его пересматривает постоянно я это имею ввиду я не имею ввиду фильма на колхозную тему которые где председатель колхоза там и или заводская тема хотя фильм премия микаэляна я смотрел мне было интересно пересматривать ли этот фильм я читал отзывы на youtube на ю тубе и оказалось что это фильм тоже пересматривать хотя тема совсем убитая уже никому не интересно и вот вот это я имею ввиду так тогда в случае мы начинаем оперировать социологическими категориями вот надо все-таки понимать четко кто пересматривает понятно что у вас есть знакомые которые пересматривают но говорит ли это о том что их пересматривают массовом порядке так говорит ли это тут надо оперировать цифрами сколько вот лежит фильм сети собственно все советские фильмы практически выложены в сеть у вас есть статистика поэтому нет меня говорит только что тут можно говорить только статистическим сколько пересмотров сколько просмотров насколько они востребованы сейчас и так далее я утверждаю что процентов 80 и 90 не пересматриваются практически никем ну то есть не что практически никем все равно это сравнительно с населением советского союза это конечно маленькое количество но в абсолютном было пусть это тысячи человек это что это значимо или незначимо 140 миллионов не смотрит а одна тысяча пересматривает это о чем-то говорит да ни о чем это не говорит кроме может быть того что они видели их в детстве им это все как-то близко дорого эти детские воспоминания поэтому не смотрят картины о том времени которые вызывают у них ностальгические чувства то есть короче говоря достаточно все это какой сложный феномен да феномен пересматривание старого кино и по каким мотивом его пересматривают и так однозначно говорить что его пересматривают и там десятками раз но наверное есть такие фанатики и любители которые это делают но уверен что большинство нет имеется очень ограниченное количество картин которые действительно всегда можно посмотреть когда вы не откроете там иронию судьбы или с легким паром рязанова то в общем вы будете смотреть потому что картина притягиваю где бы там не открыли там комедию гайдая ну он там может быть не все его комедия но еще лучшая комедия с этой тройкой вот конечно вы вы будете их смотреть что касается нынешних фильмов откуда мы знаем что будет через 50 лет вот тут люди которые сегодня молоды которые видели картина в молодости с каким чувством они будут так воспринимать там через через когда они уже станут старыми может быть не точно также будут ностальгически относиться к этому кино будут его выискивать и пересматривать и вообще говорят там есть что пересматривать в этом карте в этом то есть в этом массиве постсоветского кино безусловно картина александра сокурова эта картина андрея звягинцева эта картина валерия тодоровского скажем допустим а картина любовник или картина любовь прекрасные фильмы которые я в эту группу которые с удовольствием надо переглядываю мой это маска для других картинах тоже виктор гадрич мы сейчас уйдем на рекламную паузу через пару минут вернемся и продолжим наш разговор не отключайтесь спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго сегодня мы беседуем а с кинокритиком киноведом математиком виктором мати за нам виктор эдуардович да мы я хотел бы вот вот о чем спросить есть такая фраза красота спасет мир она такая заезженная фраза но при каких-то обстоятельствах она употребляется а вот искусство кино может чему-то а хорошему научить и где-то все-таки иллюзия в которую человек опускается когда ему тяжело безусловно может как и всяко как и всякое искусство то есть в принципе а искусство может иску кино как искусство может дать человеку а надежду может дать человеку будет давить какую-то мечту которую он может реализовать в это иметь ввиду да насчет мечты не знаю опять таки этот настолько абстрактный общий вопрос на которые в общем но как-то него отвечать кому дать прежде всего общество я имею ввиду общество нет нет искусство не оказывает никакого особого влияния на состояние общества а ну как влияние на отдельных людей вот но как это все сказывается в как это все растворяется ли это все в массе и так и насколько при этом повышается культурный и нравственный уровень значит массы граждан я что-то в этом сильно сомневаюсь то есть я бы скорее сказал так что кино способна больше всего больше себя оболванивать людей вот поскольку кино образы воспринимаются гораздо менее критично чем слова только но гораздо более субъективно чем литература вот именно поэтому ленин считал еще до кино важнейшим из искусств мы собственно и сталин тоже безусловно считал его важнейшим из искусств у него даже есть какой-то замечательный афоризм по этому поводу что кино всего лишь иллюзион но диктует жизни свои законы вот так что мое сожалению это верно и собственно мы сейчас видим тут 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 телевидение конечно это не вполне кино но власть телевидения но общем огромно количество оболваненных людей сюда современным российским телевидением просто невероятно вот если говорить о телевидении российском да она большей степени пропагандистская и все мы знаем даже живущие сша так как наша община многие люди живущие у нас имеют российское телевидение смотрят такие передачи как 60 минут время там покажет накажет соловьева эти передачи если брать с точки зрения я не говорю об их как говорится идейные они не идейные я думаю что они выполняют моя точка зрения определенный заказ с точки зрения насколько профессионально делаются эти передачи вот могли бы вы оценить и какая из этих передач вам казалось бы она более влияет на общество или какой ведущий или какой ведущий вы считаете что вот он именно такой профессиональный подлец можно так сказать я как раз недавно своем блоге в фейсбуке проводил конкурс тогда название самого омерзительного телеведущего я в нем участвовал да я помню да да вот ну значит вы знаете результаты сама омерзительный телеведущий это владимир соловьев вот безусловно действительно мерзавец вот там на втором месте ольга скобеева вот затем где-то там идет еще евгений киселев тигран киосаян маргарита симоньян в общем мы все это его все это очень шуша пропагандистская на самом деле различать там эти оттенки дерьма которым они измазаны вот достаточно как бы сложно и достаточно сложно и противно в общем я думаю что это все-таки справедливый рейтинг безусловно как бы номер один по развращающему влиянию и так и в этом смысле конечно он профессионален то есть что является критерием профессионализма степень оболванивания массы степень оболванивания высокая это правда оценик это так можно ли точно оценить социологически я не знаю надо провести а вот там всего населения россии то есть понять какой процент народа считают соловьева самым лучшим ведущим до телеведущим но мне эти результаты неизвестны потому что никого левада центра никто да тем более в целом такого просто водить не будет вот смотрите виктор до дочь а во времена перестройки да я нам назову трех режиссеров которые а как мне кажется не олицетворяли то время это карен шахназаров с фильмом курьер и город zero а юрий кара с фильмом по борису васильеву завтра была война кара завтра была война и а владимир бортко а с фильмом собачье сердце я бы сюда еще добавил маленькую веру василия дарова безусловно я уже добавил туда старшего тодоровского да я согласен у меня вопрос немножко в другом к сожалению режиссер маленькой веры уже много лет назад ушел из жизни а вот меня интересуют эти три человека абсолютно я думаю что они конечно очень талантливые люди но вот с ними тоже такая мицарморфоза как и с наверно с никитой михалкова мандронов кончаловском почему люди что с ними случилось они как бы лицетворяли эту перестройку и были как бы фарватерами такими впереди и действительно талантливые люди а что вот с ними случилось то или это внутри сидит человека чтобы вдруг стать вот таким я бы сказал бы путинцем я не знаю даже мне даже сложно определить как бы их более культурно назвать потому что каждый раз слушая шах назарова которым я восхищался честно вам скажу фильм курьер считая один из самых любимых а сейчас я его слушаю и просто невозможно я не по я не понимаю что то что случилось или он таким был потому что все таки папа у него работал в цик а я думал что это что до приспособления то есть он видимо решит эту . видимо решил задать для себя что эта ситуация она надолго то есть вот эти вот окаянные кстати вы сказали окаянные дни я бы сказал окаянные годы и окаянные два десятилетия вот там там про дни это очень мягко сказать у бунина были окаянные дни после которых он просто уехал из россии вот это для нас для нас оставшихся это окаянные я не знаю такая на и годы такие же как но но кому-то можно не менее окаянные чем сталинское время с тридцатого пятьдесятый год ну собственно те же самые 20 лет окаянное сталинское время окаянное путинское время вот я думаю что колен просто сознательно решила вообще человек достаточно до всякой степени циничный умный и понимающий ситуацию он просто выбрал вот такую вот дорогу это был его сознательный выбор сознательное приспособленчество это это не то что у никита у никита там реальная деменция какие-то вот там какие-то внутренние превращения у карина ничего подобного не было он всегда действовал очень рационально и сейчас действовать тоже со своей точки зрения весьма рационально вот такой его расчет что касается юрия кара но собственно говоря мне нравится только один фильм юрия кара вот 1 завтра была война то что он снимал после этого но может немного исключаю все таки оцениваю работу по мастерам маргаритин все таки это не очень плохая картина скажем так вот так таково вы еще назвали а и владимир бортко да и владимир бортко владимира бортко собственно говоря был один культовый фильм вот благодаря собственно говоря булгакова благодаря и в стигнеева вот то что он снимал после этого было ну так более или менее так более или менее осносно скажем так вот его политические воззрения то есть то что он сталинист честно говоря вот с точки зрения то то есть я просто не знаю что карина я знаю неплохо мы с ним в общем-то хороших отношениях были да и сейчас не будет это да и сейчас собственно говоря с ними не ссорился вот вот а про его значит про уборка я просто мало что знаю кем он был то есть была ли это какая-то внутренняя метаморфоза или он всегда был сталинистом или что-то произошло в нынешнее время тут я не тут тут я просто не судья не знаю вот вы сейчас вот эти все метаморфоза они очень они очень характерны киселев тут этот самый ведущий не был таким каким он был я имею ввиду дмитрия киселеву вот тут скорее приходится удивляться тому что некоторые все как-то года что некоторые остались верны своим идеалам и своим моральным принципам а не то что люди изменили виктор эдуардович вот сталинское время и путинское время вы поставили рядом почему почему у российского народа такая любовь к диктаторам почему до сих пор сталин самый эффективный менеджер в россии как вы думаете ну я думаю что основная беда великорусского этноса заключается в том что его главной ценностью являются власть вот и собственно говоря в этом стремлении к власти и уважение к власти если состоит основная беда вот это просто то есть русский это с не всегда не всегда был таким вот он был относительно европейским от нас на счет ну я имею ввиду древнюю русь древнюю русь в общем была вполне себе европейским государством ну там государством или как как его назвать если не государством вот а со времени монгольского пришествия московская ручь уже 100 состава то есть московский как сказать великорусский атмос вот он существенно отличаются от древнерусского вот мы кроме того и естественно до чего там тяжелое наследие крепостного права к сожалению в огромная часть людей до сих пор это не граждане то гражданского самосознания большинства людей нету имеет сознание верно подданных есть царь батюшка есть верховный правитель вот которому надо подчиняться и ни в коем случае не протестовать вот это наследие к сожалению сохраняется десятилетия относительной свободы я имею ввиду 90-е годы было мало для того чтобы изменить этот менталитет он как бы он продолжает господство как мы видим вот но безусловно как бы терпение истощается вот и вот те сигналы которые мы видим в Белоруссии собственно говоря да кто ожидал что Белоруссия восстанет против Лукашенко который там сидел сидел и сидел вот однако восстало но вот Киргизия ожидали все таки в большей степени но вот сейчас Киргизия тоже значит забушевала да да кто ожидал этого от Украины как бы только очень проницательные люди которые понимали что украинская и российская это все таки разные народы что что в Украине гораздо больше то гораздо больше количество черт от Киевской Руси ну собственно говоря Украина располагается вокруг Киева это ее столица поэтому поэтому украинский этнос безусловно более европейский чем русский этнос вот но все таки определенная европеизация я думаю происходит и 90-е годы все таки оказались то есть дали какое то какие то ростки в европейскую сторону Виктор Эдуардович вот давайте допустим да просто так ну придумаем что вы кинорежиссер к примеру и вам предложили бы снять Владимира Путина в кино а какой жанр кино вы бы с ним снимали я имею ввиду комедию драму мелодраму приключенческое кино а типа щит и меч ну я бы снял картину жанре Стёба окей ну как жесткого пародийного высмеивания основанного на штампах путинской эпохи на ее языке на ее менталитете на ее посылках на ее политике и так далее это же в общем чистый анекдот иногда уж безусловно я бы спародировал эту беседу Путина с Макроном которые собственно и так уже представляют собой нечто самопародийное вот я уже честно даже подумал вообще написать сценарий по этому поводу на эту тему ну почему бы и нет почему бы и нет фильм же вот был английский да режиссера по моему как его фамилия не Мануччи а как то у него такая фамилия да да Армандо и Ануччи которые запретили в России да потому что он чересчур критично отнесся к Сталину высмеял Сталина выстибул вот там вот это точно он его выстибул Сталина картина вообще говоря замечательная и как ни странно она оказалась то есть она очень более реалистична чем очень многие фильмы где такая лобовая критика Сталина не только Сталина еще и его окружение сталинского вот это вообще удивительно в смысле картина потому что ты веришь что что там происходит хотя это все дико гипертрофировано хотя эти персонажи не очень похожи на русских но какая то суть там безусловно схвачена это вот одна и та же как собственно говоря вот эти вот отношения внутри внутри сталинского отношения внутри сталинского окружения они удивительно достоверно переданы когда люди которые сегодня сидели за столом произносили тосты по отношению друг к другу называли друга там я не знаю там замечательными деятелями награждали друг друга и так далее как они тут же передрались так после кончена властителя скажите а владимир путин а талантливый человек симпатичный обаятельный как его можно описать лучше всего его описал тот кто первый употребил до названия крошка цахис вот то есть взяв персонажем из гофмана вот потом к ним очень подходит определение в итоге слова вождь вот если букву уже заменить на ше с мягким знаком то получится вождь вождь очень трудно произнести но в общем от слова вождь да вот и первое впечатление когда я увидел там путина по телевизору вот то есть это было отвращение как то я сразу понял что пришло что то совершенно непотребное то есть во первых по нему было видно что он несомненный кгбист вот что у него менталитет кгбиста и так далее но эту породу я прошу прощения с юности ненавидел вот поэтому как только ельцин остановился выбор на нем стало понятно что в общем россия погружаются во мрак это было совершенно это было совершенно понятно а вы знаете я вот готовился сегодня к передаче да и просто листал фейсбук и там значит одна женщина выставила такой пост где написала что вот у владимира путина день рождения что бы вы ему пожелали я не буду вам рассказывать да что что там люди желают потому что я был сам ну просто не то чтобы удивлён а даже где-то шокирован вот что бы вы могли пожелать владимиру путину в день его рождения так что вот как можно скорее убрался своего поста вот это была основа основа я имею ввиду вот там Бориса Немцова Анну Политковского и отравленных и отравленных либо по его приказу людей либо по крайней мере с его ведома людей либо без его ведома но с его молчаливого согласия не знаю стоит ли ему желать этого но вот по крайней мере первое этого я ему точно желаю закончить свою политическую карьеру и понятно что в истории он останет как один из самых бесславных правителей России а может ли после его ухода прийти человек который в корне изменит историю России и Россия будет ближе к Европе и у нее исчезнет вот этот имперский ореол который на сегодняшний день Владимир Путин пропагандирует или это не в ближайшем будущем ну как как говорят англичане it depends то есть я не знаю когда это произойдет но рано или поздно это конечно произойдет вот но кто будет непосредственно сменщиком Путина может это будет государственный переворот и тогда ничего хорошего ожидать не приходится может это будет приход ну то есть приход хунта к власти вот это какого-то кризиса во время кризиса может пройти власти хунта вот если будет демократическое движение которое скинет Путина то тогда в общем есть надежда на то что его заменит выборный человек действительно выборный на настоящих а не сфальсифицированных выборах тогда в общем есть шанс на демократическое развитие я вынужден вас прервать наша передача заканчивается огромное вам спасибо я хочу от имени наших радиослушателей от тех кто нас смотрит на youtube канале пожелать вам здоровья всего самого наилучшего и сказать еще раз спасибо и надеюсь мы еще раз побеседуем с вами спасибо вам было интересно всего самого наилучшего до свидания всего хорошего чикарцам и всем послушать ваш радио спасибо большое